Создание зашифрованного раздела В данном видеоуроке мы поговорим о том, как создать на вашем жестком диске зашифрованный раздел. Данный раздел будет защищен паролем, а вся информация будет храниться на нем в зашифрованном виде. Использовать подобные разделы особенно удобно на тех компьютерах, за которыми работает сразу несколько людей. Каждый из пользователей может создать на жестком диске себе такой раздел и складывать туда всю личную информацию. Да и вообще, даже если вы работаете за компьютером один, лучше всего шифровать личные данные. На всякий случай. Для создания таких разделов мы будем использовать программу TrueCrypt. Она абсолютно бесплатна и довольно проста в освоении. Но прежде чем мы приступим к ее установке, я скажу пару слов о том, как она работает. В первую очередь вы указываете то место на компьютере, где будет создан файл-контейнер. Этот файл и есть ваш зашифрованный раздел. То есть в этом файле и будет храниться вся информация, которую вы поместите на зашифрованный диск. Для того, чтобы с данным файлом можно было работать как с обычным разделом жесткого диска, его необходимо смонтировать. Это происходит через программу TrueCrypt. Вы вводите свой пароль, контейнер монтируется, и вы можете работать с ним как с обычным разделом жесткого диска. После того, как работа будет завершена, вы просто демонтируете его. Что ж, давайте переходить к практической части данного видео урока. В дополнительных материалах вы найдете установщик программы TrueCrypt. Запустите его и повторяйте за мной. В первую очередь принимаем условия лицензионного соглашения. На следующем этапе оставляем первый пункт и движемся дальше. Затем указываем путь установки программы. Здесь также оставляем все галочки и жмем на кнопку Install. После завершения установки не спешим запускать программу. Прежде чем мы это сделаем, мы должны ее русифицировать. О том, как это делается, я сейчас расскажу. Закрываем окно установщика. Переходим в дополнительные материалы. И находим там вот такой архив с русским языком. Его необходимо распаковать в главную директорию программы. Для этого нажимаем на нем правой кнопкой мыши. И выбираем пункт извлечь файлы. Затем указываем папку установки TrueCrypt. В моем случае это C. Program Files. Затем папка TrueCrypt. После того, как она будет выбрана, нажимаем на кнопку ОК. Вполне вероятно, что при распаковке вы получите точно такую же ошибку, как и у меня. В моем случае отказано в доступе. Для того, чтобы исправить ее, находим в проводнике папку TrueCrypt. Затем нажимаем на ней правой кнопкой мыши. И заходим в свойства папки. После этого переходим на вкладку Безопасность. И нажимаем на кнопку Изменить. В появившемся окне убираем группу пользователей. И даем им полный доступ. После чего жмем на кнопку ОК. Теперь повторяем процедуру с извлечением. Как мы видим, теперь извлечение прошло успешно. Запускаем программу TrueCrypt. Мы видим, что программа автоматически переключилась на русский язык. Если в вашем случае этого не произошло, то переходим в раздел Настройки. И выбираем язык. После чего находим нужные списка и жмем на кнопку ОК. Что ж, теперь давайте приступим к созданию зашифрованного диска. Для этого нажимаем на кнопку Создать том. Выбираем первый пункт и жмем Далее. Затем выбираем обычный том TrueCrypt и жмем Далее. После этого нам необходимо указать то место, где будет храниться наш файл-контейнер. Как вы помните, в данном файле и будут храниться все наши данные. Например, я хочу создать данный файл на диске E. Я нахожу его на компьютере. После чего задаю имя файла-контейнера. Например, 3 единицы. После этого жму на кнопку Сохранить. После этого жмем Далее. В качестве алгоритма шифрования я советую оставить AES. То есть все оставляем без изменений и жмем на кнопку Далее. Теперь нам необходимо задать размер зашифрованного диска. Указывайте данный размер, исходя из того, какие данные вы собираетесь на нем хранить. Если это простые текстовые документы, то будет вполне достаточно и сотни мегабайт. Если же вы хотите хранить там что-то потяжелее, то понадобится уже диск на несколько гигабайт. В моем случае я выбираю мегабайты. И указываю цифру 500. То есть в моем случае размер диска будет 500 мегабайт. После этого я жму кнопку Далее. Теперь нам необходимо задать пароль для доступа к нашему диску. Разумеется, я советую составлять сложные пароли. Перебарщивать, правда, тоже не стоит, иначе вы можете просто-напросто забыть его. Мы указываем пароль и подтверждение. Программа TrueCrypt советует использовать 20-символьные пароли. Поэтому мой 8-символьный пароль покажется ей слишком простым. Об этом она меня и предупреждает. В вашем случае я советую использовать что-то более надежное. На следующем этапе нам необходимо случайным образом перемещать указатель мыши по экрану. Это необходимо для создания мастер-ключа. Долго перемещать мышку совершенно необязательно, достаточно 4-5 секунд. После этого выбираем файловую систему нашего раздела. Если вы планируете хранить на нем файл размером больше 4 гигабайт, то выбирайте NTFS. После этого жмем на кнопку «Разметить». Вот собственно и все. Том был успешно создан. Здесь мы нажимаем на кнопку «Выход». Что ж, Том был создан. Теперь давайте научимся его монтировать. Для этого выбираем любую букву из списка. И в разделе «Том» щелкаем по кнопке «Файл». Здесь нам необходимо указать файл нашего раздела. Как вы помните, в моем случае он лежит на диске «Е». Выделяем его и жмем на кнопку «Открыть». После этого нажимаем на кнопку «Смонтировать». Перед нами появляется окошко для ввода пароля. Вводим его. И жмем на кнопку «Ок». Теперь заходим в мой компьютер. И видим, что у нас появился дополнительный диск «Л». Размером 500 мегабайт. Мы можем взаимодействовать с ним как с обычным разделом. Например, давайте добавим сюда архив с рабочего стола. Как видите, все происходит как обычно. После того, как вы закончите работу с данным разделом, его необходимо демонтировать. Для этого обратно переходим в программу TrueCrypt. Выбираем наш диск из списка. И жмем на кнопку «Размонтировать». После этого мы видим, что диск пропал. Как видите, все довольно просто. Единственное, что не совсем удобно, это постоянно открывать программу TrueCrypt. Но сейчас мы это исправим. Мы добавим для монтирования и демонтирования горячие клавиши. Для этого обратно переходим в программу TrueCrypt. И опять же монтируем наш том. После этого переходим в раздел «Избранное» и выбираем первый пункт «Добавить смонтированный том» в список избранных томов. В появившемся окне жмем «Ок». Теперь переходим в раздел «Настройки» и выбираем пункт «Горячие клавиши». Здесь находим действие «Смонтировать избранные тома». После этого задаем горячую клавишу. Выбираем первую кнопку, например, Alt. После чего нажимаем на данное поле. И нажимаем вторую кнопку в нашем сочетании. Например, Z. После этого жмем на кнопку «Назначить». Теперь находим действие «Размонтировать все». И задаем другое сочетание. Например, Alt-X. Опять же жмем «Назначить». После этого жмем «Ок» и проверяем сочетание. В данный момент том смонтирован. Я нажимаю на сочетание клавиш Alt-X, и он должен пропасть. Как мы видим, он исчез. Для монтирования тома я нажимаю Alt-Z. После этого ввожу пароль. И вижу, что диск появился. Что ж, а на этом данное видео подходит к концу. Благодарю за внимание. Увидимся в следующем уроке.